Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Добрейшее! Вот как я выгляжу во время урока, как будто у меня типа нет, надо вот так носить, типа, чтобы было видно, что у меня типа есть, или большую типа одевать, или шляпу. Так, всем доброе утро! Мы продолжаем изучать Тору. Воскресенье, не воскресенье, нет ни дня без связи со Всевышним. Если бы Всевышний на секунду отвлекся, весь мир будет и исчез бы, как и нет его, да? Вся реальность существует только потому, что Всевышний держит вот эту вот реальность в своем каком-то восприятии, если так можно назвать. И мы присоединяемся к Всевышнему через изучение Торы. И сегодня у нас седьмая глава. Мы продолжаем изучать седьмую главу. Значит, и очень интересная глава, очень актуальная. Очень актуальная для многих, потому что она не актуальная, но для многих актуальная. Значит, здесь в седьмой главе царь Салмон, он нам предлагает, предлагает нам значит, ну, вначале он говорит о важности Торы, заповеди, говорит, что нужно их как повязать на пальцы, чтобы они все время были перед глазами, то есть все время надо думать Тору. А потом он говорит, что больше всего отвлекает от Торы мужчин. То есть вообще у мужчин есть заповедь учить Тору, и мужчины обязаны выполнять заповеди, там, связанные со временем. У женщин намного проще все. У женщин одна задача в мире, это прикрепиться к мужу и родить детей. Это как бы функция, вот, женщины присоединиться к мужу и родить детей. так было задумано, по задумке. Бог ее создал, как эзер, помощник против него. Вот это тоже интересно, такая, прямо написано, когда Бог создал женщину, помощник против него. Очень странное, прямо определение, прямо в Торе так и написано. И говорит, сделай ему помощника против него, сказал Бог. Вот, и сделал. Теперь, значит, сейчас как-то меняется, очень сильно меняется, вообще вся вот эта вот ситуация, очень странно за этим наблюдать. Например, оказалось, что самая красивая шведская манитенщица мальчик, который с 12 лет вдруг понял, что он девочка и начал жрать таблетки и все. Ну, то есть, сейчас как бы смешались все вот эти вот штуки, вообще непонятно, мы живем в такое время, ну, как бы вообще все очень странно происходит относительно того, как было раньше. Сейчас мир, ну, кардинально меняется во всем. Но самое интересное, что сейчас происходит, это вот написано, что перед приходом Машеха, то наполнится земля знанием, прямо написано так, и выйдут все источники знания, выйдут наружу. И мы видим сейчас, что вот как интернет, наука, и сейчас все, то есть, человек, сидя в одном месте, может быть присоединен к знанию всего мира, за все поколения, через интернет, ты запросто можешь все узнавать, и люди прям дошли уже до каких-то прям невероятных, вот генетика, какие-то там ДНК, какие-то вообще знания, как все работает, невероятно. Это как раз доказательство, что вот мы находимся перед уже приходом Машеха, когда божественный свет, свет знания, он уже прямо освещает даже самых темных. Раньше люди, что люди раньше были, все были, вот как, если представить, чукчи, они живут, вот родились, они кроме оленей никого не видели. Вот это был весь мир такой. То есть, весь мир был, как чукчи, которые ничего не видели, и слушали только шаманов, которые там что-то рассказали. Сейчас все можно проверить. Погуглил, один, одно точка зрения, вторая точка зрения, третья точка зрения, смотришь, там сопоставил. То есть, сейчас мир наполнился божественным светом и знанием. Теперь царь Соломонас три тысячи лет назад он предупреждал, что надо предохраняться от плохой женщины. И дальше он здесь, вот мы изучаем, что он, шестой отрывок, он говорит, смотрю в окно и сквозь решетку, это имеет, сквозь решетку наблюдаю. Это имеется в виду два типа взгляда. Смотреть поверхностным взглядом и смотреть сквозь решетку, это глубоко, в суть вещей, в мотивы поступка, вдумываться и так далее. Дальше, седьмой был отрывок, и увидел он Простаков, заметил между молодыми людьми неразумного юношу. Это был седьмой отрывок, то есть, неразумный юноша, это или тот, у которого Хасер Лев, который не управляет своими эмоциями, своим сердцем. И, значит, дальше идет с восьмого отрывка, идет описание, как женщины развратного поведения соблазняют вот этого юношу. Значит, восьмой отрывок, что он тихонько идет, как будто бы по своим делам, как по жизненному пути, проходит через рынок, остановился возле угла дома и, значит, просто приблизился к ее дому. И это было в сумерках, на исходе дня, девятый отрывок, в ночной темноте и мраке. То есть, эта вся история показывает, что как свет он идет, вот как солнце, рассвет, больше, больше света и к полдню, значит, солнце в зените. Также и темнота у человека может его закрывать, его мышление, постепенно идет темнота. И он, значит, остановился возле ее дома и у него начинает так, значит, темнеть внутри, да. И вот десятая, десятый отрывок. Ваины и шали крото ши дзуна на церет лев. А, это мы уже проходили, значит, и вот навстречу ему идет женщина в одежде блудницы с коварным сердцем. Значит, с коварным сердцем, то есть, она, ну, такая, с коварным сердцем, в общем, эта женщина-блудница. Понятное дело, что ей женщины, разной, разной, как сказать, женщина с самого начала, изначально, она является символом хитрости. То есть, первая женщина, которая была, Эзер Кенекдо, помощник против него, она его заставила, там, скушать это яблоко. То есть, она посмотрела, вроде красивое яблоко, вроде все хорошо. Не яблоко, это было плод, плод, дерево познания добра и зла. Значит, и дальше идет описание вот этих качеств женщины, которых надо очень сильно избегать. Одиннадцатый отрывок. Омияи, она очень громкая, шумливая, она Весуререт Бебейта, и она необузданная. А, Весуререт, Суререт, это как необузданная такая, Иш Сурер Вемуре, она такая, ну, очень активная, необузданная, вне узды, она не сдержанная. И, значит, Бебейта, Лоиш Кнура Глея, в доме не находятся ее ноги, то есть она не домашняя, она все время вне дома. Значит, двенадцатый отрывок. Памба Хуц, иногда она на улице, снаружи дома. Памба Рахавод, иногда она пошла уже по улицам гулять. Ветель Кольпина, Тейров, и возле каждого угла она, значит, Тейров, это как в засаде сидит. То есть она все время в засаде, эта женщина, все время в поезде приключений, и что-то она ищет все время, да? Значит, тринадцатый отрывок. Вэй Хэзика Бо, то есть дальше идут отрывки до конца главы, рассказывается, это прям какой-то учебник соблазнения, только это для мужчин, чтобы они опасались, царь Салмон раскрывает, как бы для них, вот как эти женщины действуют, легкого поведения, как они действуют, да? То есть вот Максим Перенчук, чтобы знал, у нас тут в основном женщины, я не знаю, зачем вам это надо знать, как действует женщина легкого поведения, но в общем, тут до конца главы дальше про женщин идет. Значит, Вэй Хэзика Бо, она его схватила, Вэна Шкало, и она его целовала, Эй Запане Ветумарло, она с бесстыдным лицом говорила ему, то есть она его на улице хватает, этого парня, который, как сказать, невинный парень этот идет по своим делам, или муж там может быть, да? Вот Марку тогда это, и Володя Бетенский пусть знает, да? Она его хватает, значит, и говорит ему, говорит она ему текст такой, Она начинает с того, что она говорит, я жертва приношения, шламим это мирная жертва, я сегодня ее принесла, и совершила я обеты свои, значит, как она, с чего она начинает, когда был храм, каждый человек, он мог с Богом, были намного более близкие отношения, личные с Богом, то есть божественное присутствие было сильнее, и человек, если у него было в жизни что-то сложное, какая-то ситуация, он брал обет перед Богом, он говорил Богу, вот я лично, я тебе обещаю, что сделай мне это, а я сделаю это, это назывался личный как бы договор, обет он брал перед Богом, или, ну то есть вступал в личный разговор, потом, когда у него случалось что-то хорошее, если Бог выполнял свою часть договора, то, что он просил, то человек брал и приносил жертву, назывался это мирная жертва, он брал жертву, ее, значит, там, бычка какого-нибудь, или барана, и он должен был ее съесть с друзьями, в течение двух дней, с хлебами, и рассказывать, как Бог сделал для него чудо, это прямо, такая была объединяющая, мирная, благодарственная жертва, вот благодарственная она называлась, эта жертва, и, значит, она ему с этого, начинает ему этот текст, говорит, о, говорит, значит, я сегодня, я праведница, я заповедь выполняла, то есть, вот этот Ецерара, злое начало, он заходит обычно через вот такой вот красивый вход, и говорит, я, значит, жертву сегодня принесла, такая, он говорит, хорошо, молодец, она дальше ему говорит, И вот вышла я навстречу тебе, Искала я тебя, и, значит, нашла я тебя, такого цадика, прекрасного праведника, молодого парня там, нашла. Все, то есть, она ему рассказывает, что все заповедь, и я, значит, начинает очень с правильного такого захода. Любое зло, есть история такого выражения, в Талмуде, что у зла нет ног, то есть, зло, если оно чистое зло, оно не может стоять, но, ему нужно смешаться с правдой, то есть, например, когда всегда обвиняли евреев в том, что они добавляют кровь христианских младенцев в мацу, то есть, где здесь, где здесь замешано на правде, они говорят, смотрите, вы же мацу идите, идите, вы ее там по специальному ритуалу делаете, делаете, ну, то есть, это огромный специальный ритуал, подготовки мацы, у вас, есть же история, как Авраам, он своего сына Ицхака, Бог ему сказал, принеси сына в жертву Ицхака, проверял Авраама, есть, есть, ну, все, все сходится, ритуал есть, жертва есть, младенец есть, значит, вы мацу, кровь в мацу добавляете, они говорят, почему значит, как вы связали, эти все вещи не связаны, все связаны, то есть, они, у лжи самой по себе нету, но нужно ее смешать обязательно на правде, и она ему говорит, я пошла тебя искать, и вот нашла, она ему говорит, теперь дальше, 16-й отрывок, она начинает его дальше, когда она его уже зацепила, он дальше готов ее слушать, она ему говорит, Марвадим Раватти Арси Хатувот Этун Мицрая, она ему говорит так, смотри, у меня дома я коврами услала я постель мою, и все прекрасными тканями и дипетскими я украсила, то есть, она начинает, женщины не обижайтесь, если же вы не, это же было 3000 лет назад, и он предупреждал мужчин, что есть такие женщины, но есть такие женщины, это не, понятное дело не про вас, значит, она ему говорит, вот я услала постель свою, этими коврами, там все, то есть, она его визуально, действует ему на визуальный канал, потому что люди воспринимают мир через внешнюю картинку, и многим, многим красота, значит, ну, важна, дальше она ему говорит через обоняние, да, то есть, с тех пор, женщины, они очень, духи, вот эти все, это целая там система, она ему говорит, нафти, мешкови, мор, уалим, векинамон, значит, надушила я постель свою мором, алоем каким-то, и корицию, то есть, она ему говорит, что дома благовония, у нее все, то есть, это, вот надо понимать, что в то время люди жили же не так, как сейчас живут, были такие, домики такие, были с камня сложенные, не было водопровода, не было, не было туалетов, таких, как сейчас, да, то есть, было все очень, очень все было такое, ну, вот, ну, совсем не так, как сейчас, и поэтому, вот, очень пользовались благовониями, как сейчас в Индии, очень пользуется везде запах этих благовоний, чтобы убрать плохой запах, чтобы убрать плохой запах, значит, и тут уже, он уже, как бы с ней уже на контакте, уже он ее слушает, уже он за ней пошел, и тут она переходит к главному, 18-й отрывок, лэха, нерве, дадим, ата, ботер, не, талса, баавим, она ему говорит, заходи, упьемся любовными ласками, до утра найдем радость любви, это такой перевод этих слов дословный, все, то есть, она ему уже говорит прямым текстом, пошли, 19-й отрывок, и тут он уже, как бы он готов, и тут она ему сообщает главную новость, главную новость, те эн аиш бэбэйто, мужа-то дома нету, она ему говорит, вообще ужас, да, мужа-то дома нету, Аллах бадерах мирахок, он ушел в путь далеко, этим царь Саламон показывает, что зло заходит постепенно, постепенно оно заходит, и оно так раскачивается, раскачивается, и ступенька за ступенькой, это как есть известная история, притча, про лягушек, которые, они плавали в, плавали в воде, и вода постепенно нагревалась, и они постепенно к ней привыкали, и в итоге сварились, то есть, если бы она сразу был тепяток, тогда они бы, ну, попытались выскочить, а постепенно, постепенно человек, как бы, и оно перестает его пугать, и она ему говорит, значит, когда он уже слушает про зайдем, про кровать, про благовоние, уже все, тут она говорит, ну так и потом займемся там, он думает, ну, что, свободная женщина, и тут она ему говорит, мужа дома нету, у него тут тормоз наступает другой, он боится, он понимает, что, во-первых, это нарушение тора, это намного страшнее, чем когда это свободная женщина, но, во-вторых, во-вторых, он просто начинает бояться, а муж придет, и тут она ему говорит, 20-й отрывок, сророк эсэ в лаках бээдо, он взял с собой мешок денег, льем, а кэсэ я вобэто, и в назначенный день он возвратится домой, то есть она говорит, не переживай, дома его не будет, он ушел, уехал в командировку на закупке товара, все, значит, не переживай, и дальше, 21-й отрывок, и тату бэроф лэкха, бэхэлэкс фасэя тадихэну, она, значит, его увлекла множеством слов, таких гладких слов, льстивой речи своей, она его соблазнила, то есть, все идет постепенно, и она его, значит, заговорила ему зубы, как говорят на русском языке, и, значит, все, и теперь дальше, 22-й отрывок, олех ахарэя питом кэшор, эль тэвах, яво, вэкэээс, киэээс, эль мусар эвиль, значит, он идет за ней, вдруг, как бык, который идет на заклание, и, значит, как в цепях, ведут к наказанию, эвиля безрассудного, то есть, можно было бы сказать, он такая жертва, там, и он, его все обманули, все, но, но, как бы, в любой момент, по идее, он мог остановиться, то есть, на нем тоже есть ответственность, понятно, что его очень хитро, ступень за ступенью, ступень за ступенью вели, и у него пробуждалось желание, почему здесь он уже сравнивается с быком, он здесь сравнивается с быком, потому что 23-й отрывок показывается, что у него включилась уже инстинктивная природа, атефла хецкведо, пока стрела не попала в его печень, тимаэр цепор эль пах, вело яда тибенавшо у, как птичка, она спешит в селки, то есть, птички рассыпали тогда, как ловили птиц, рассыпали еду, сверху ставили сеть, птичка начинает есть еду, сеть сверху на нее, все, птичка поймана, то есть, он уже здесь сравнивается с животным, которое при виде пищи, и при виде, то есть, когда уже кровь, а почему печень, потому что в печени кровь, вот это пробуждается, инстинктивные все вот эти штуки, и значит, в момент, когда уже он дошел до определенной стадии, то он превращается, как в животное, которое уже не контролирует себя, и уже дальше идет на автомате, но нам показали весь этот путь, от первых слов, когда она его зацепила, что идем делать заповедь, до того, что он уже не контролирует себя, и идет в силки, теперь 24 отрывок, говорит царь Соломон, ватабаним шимули, он говорит, отель сыновья, послушайте меня, вэ акшиву ле имрейпи, и говорит, прислушайтесь, внимайте словам моих уст, то есть, есть просто услышать, а есть внимать, как бы, внимать, это прислушаться, в чем разница, человек слышит какой-то текст, слышит, понимает, но это не факт, что этот текст заходит в него, в его душу, в его, как бы, на жесткий диск, когда он делает себе установку, я хочу в этот текст принять, и я буду его делать, это другая стадия слушания, когда он, прям, изначально его намерение услышать и сделать, то есть, когда ты просто слушаешь урок, например, да, когда ты слушаешь урок, то есть просто, послушал интересно, когда ты слушаешь его с намерением сделать, то тогда совершенно другое, другое совершенно идет восприятие, и этому учили в Пертьевод, что аламет альманат ля сот, тот, кто учит, чтобы делать, маспетим байдо, тому с неба помогают, лельмот учиться, леламет обучать, лишмор сохранить и сделать, поэтому очень важно изучать что-то с намерением сделать, выполнить сразу, применить в жизни, и вот это он говорит в 24-м открывке, ваатабаним шибули, вначале слышите меня, ваикшивули мрайпи, и икшив ли акшив, это слушать глубоко так, да, послушайте слова моих, мои, и для того, чтобы делать эти слова, я, кстати, вчера вот подумал, что я очень вас спрошу, вот я очень хотел бы, чтобы эти уроки приносили большую пользу, теперь, чтобы они приносили большую пользу, нужно, чтобы каждый, кто слушает, слушал именно вот так, внимал, и как-то что-то с этим делал, я, я же потом, у меня есть рассылка, и есть рассылка, свои икры, мы рассылаем по ватсапу эти уроки, и я очень вас прошу, те, кто слушает вот в прямом эфире, напишите в комментарии, название урока, вот как вы думаете, его можно назвать, как бы одной фразой, заголовком, передать главную мысль этого урока, чтобы были такие названия, цепляющие заголовки, и самый лучший заголовок, который будет, вот я буду прочитывать, и я буду потом, мы будем рассылать с вашим заголовком, если вам чьи-то заголовки нравятся, отметьте там, поставьте плюсик, то есть почитайте еще раз, как бы в одной фразе, чтобы была суть урока, красивый, яркий заголовок, такое название, которое прям заставляет потом этот урок послушать и прочитать, и получится, что вы как раз одной этой фразой все для себя и сфокусируете, я просил сделать три вывода после урока, а сейчас делайте один вывод, выраженный в заголовке, все, и тогда мы выполним 24-й отрывок, то, что царь Саламон просил, а теперь, говорит сыновья, он нам говорил, послушайте меня, и прислушайтесь к словам моего рта, а малым объясним, что прислушаться, это значит слушать для того, чтобы сразу начать делать, и он подводит вывод, вывод этой главы, я хочу сегодня закончить уже все, чтобы перейти к восьмой главе, он говорит так, да не уклоняется сердце твое на пути ее, то есть не должно сердце твое склоняться на пути этой женщины, здесь опять же намерение, это сейчас конкретно намерение для мужчин, то есть вопрос, какое у тебя намерение, что ты в жизни ищешь, если ты все-таки внутренне ищешь такую женщину, она обязательно встретится на твоем пути, если ты внутренне ищешь что-то другое, то ты ее не встретишь, то есть он говорит, не вот просто, чтобы у тебя в сердце не было даже желания, чтобы не было желания вообще пройти даже у уголка ее дома, да, и не блуждай по тропинкам ее, иногда человек говорит, да что, какая разница, я вот интернет смотрю, а там реклама духов, а чтобы сделать эту рекламу духов привлекательной, берут самую там какую-то привлекательную манетенщицу, эту манетенщицу тысячу раз фотографируют, чтобы ее так поставить, чтобы каждый, кто ее увидел, сразу захотел, и это называется, не кружи по тропинкам ее, то есть для того, чтобы у мужчины в сердце не было вот этих вот всех желаний к таким женщинам, да, очень важно, шмират и инаем, это свои глаза, как бы всегда держать закрытыми и направленными только на правильные вещи. Два шестого отрывок, Кирабим, Халалим и Пила, она очень много убила, эта женщина, да, Ваацумим коль Аругея, и многочисленные и сильные были те, кого она убила, то есть даже самые великие мудрецы, они не могли устоять против соблазна разврата, и об этом говорится очень много раз в Талмуде, что прям когда вот этот ангел, Сатан, ангел, он хотел показать, что любой мудрец, он может вот так в один момент сломаться, он превращался в какую-то такую женщину, супер привлекательную, и мало кто из, даже мудрецов, даже такой там раби Атива, есть в Талмуде история, что как-то Сатан тоже, он притворился такой женщиной специальной, так он за ней на пальму полез, за этой женщиной, чуть не убился, то есть бывает, что про царя Давида написано, он, была история, когда, значит, он был еще не царь, он тогда скрывался от царя Шауля, у него был отряд, и он послал там к одному богатому, не помню, как его звали, чтобы он дал ему еды какой-то, у него был партизанский отряд, и он, значит, послал двух человек, говорит, дайте мне еды, а тот говорит, кто такой этот Давид, да я на него плевать хотел, ничего ему не дам, передать ему пошел, ну там, грубо, в общем, его послал, царю Давиду это передали, он, значит, поднимает свой отряд, говорит, вот в этом сейчас городе, ни одного не останется, писающего на стену, так написано, ну это мужчины, в смысле имеется ввиду, метафорично, так он сказал, а жена того, которая это сказала, она узнала, что едет отряд, туда, и она выходит на встречу царю Давиду, с едой, со всеми там нагрузила, ну полностью, и просит его, значит, чтобы он не убивал ее мужа, и значит, просит, чтобы он не убивал ее мужа, ну там, успокоился, так в Талмуде написано, что когда она слазила с осла, у нее оголилась нога, и царь Давид, за ней потом, написано, три мили он за ней бегал, хотел поймать, и она убегала от него, ну тоже, наверное, метафора, то есть, и она ему говорит, остановись, говорит, потому что я замужняя женщина, то есть, а у него просто, он не мог, ну просто как с ума сойти, но он, чем отличается великий праведник, он остановился в нужный момент, говорит, ладно, и потом, что интересно, потом, когда тот, а тот был пьяный, и ее муж протрезвел, это в Танахе история, к Навалу, да, Навал, молодец, это Борис Малеров вспомнил, к Навалу, муж ее протрезвел, и от страха умер, от разрыва сердца, и царь Давид потом на ней женился, это была одна из его жен потом, да, значит, поэтому нам говорит царь Соломон, что Тирабим, Халалим и Пила, она много трупов она сделала, то есть, женщины вот такого легкого поведения, они для мира очень принесли много зла, была царица Изевель, которая, Изабель, это Изевель, да, ее звали, которая, там, ее мужа, она царя Ахава совратила, там, и он жуткие вещи делал, то есть, если женщина, она хорошая, она ведет в хорошую сторону мужчину, если женщина плохая, она ведет в плохую сторону мужчину, и здесь очень тяжело ей противостоять, и последний отрывок в седьмом главе, Даркейшо Ольбейта, значит, пути могилы ее дом, Йордот Эль Хадрей Мавет, и те, кто идут по ее пути, они, значит, спускаются в комнаты смерти, то есть, вот этот вот, тяга к разврату, это очень страшная вещь, и очень много мужчин, очень много мужчин, вот, они терялись, вот, в этих вот, в этих вот, ее силках, да, то есть, бывает, что там мужчины, женатые, дети, и тут какая-нибудь, вот такая спецназовская женщина, они не учили эту главу седьмую Мишли, я считаю, что обязательно все женщины должны мужьям своим давать эту главу читать, обязательно просто, чтобы все мужья читали эту главу по нескольку раз в день, утром, днем и вечером, тогда у них будет, тогда у них будет защита против чар вот этих вот спецназовских женщин, которые готовятся в этих спецладерях, значит, есть прям целые центры обучения этих женщин, которые хотят учиться прям конкретно, школы соблазнения, школы там того, школы сего, они прям конкретно учатся этому месяцами, и, то есть, мужчины должны быть подготовлены, и знаете, так все, будьте осторожны против таких женщин, потому что разрат, он сводит в могилу, все, всем удачи, успехов, жду от вас красивый, вот какой-то заголовок нужен, такой этому уроку броски, вот одной фразой, одной фразой, как можно назвать этот урок, чтобы мы в рассылке писали, не просто номер урока, а сегодня урок, значит, о там, и так далее, все, удачи, всем успехов, хорошего дня, и всем удачи, успехов, хорошего дня.